Мусор, деревья и иловые отложения со дна реки Сочи убирает тяжёлая техника. Сейчас специалисты занимаются самым проблемным участком в районе села Пластунка протяжённостью в 5 километров. В этом месте при критических отметках река может размыть дорогу, ведущую к жилым домам, и отрезать около тысячи человек. Как ведутся работы, посмотрел губернатор вместе с мэром города-курорта. Расчистка опасных участков рек, которые ежегодно угрожают подтоплениями, позволит предупреждать последствия стихийных бедствий и минимизировать их ущерб, уверен Вениамин Кондратьев. Минприроды России поддержала инициативу края, предоставив полномочия регионам самостоятельно заниматься расчисткой. Раньше такую работу муниципалитет мог проводить только после согласования с краевыми и федеральными властями. Алексей Сергеевич, какое предприятие этим занимается? Сегодня местное предприятие сочинское, которое имеет в своем сертифицированную технику, людей лицензию для того, чтобы проводить работу непосредственно в реках. У нас задача до конца года почистить 5 километров реки Сочи, на которой мы сегодня находимся. Все под контролем, как вы и поручали. 64 реки в Сочи, 64 реки. Больше половины из них представляют потенциальную угрозу в случае выпадения сверхнормативных осадков. Неважно, дожди это будут, ливни это будут, не дай бог, смерч это будет. Но если русло реки свободное, то есть вот почищенное, как сейчас, ну поверьте, мы минимизируем угрозу. Минимизируем. Увеличить пропускную способность, снизить нагрузку на берега и улучшить условия прохождения паводков. Системную работу по расчистке рек нужно вести на всех опасных участках курорта, отмечает губернатор. Люди, они время говорили о том, что почему реки не чистятся. А они же понимают, что песчано-гравийная смесь, она с гор каждый год наносится. И это же простая физика для них, для простых людей. Если эту смесь не вычерпывать из реки, то вода, упираясь в эту песчано-гравийную смесь, которую нанесло с гор, идет вширь. Сейчас у муниципалитетов есть возможность привлекать к расчистке русел рек сторонние организации. В Сочи активно включились в эту программу. Сегодня 11 компаний работают на 16 участках рек. Здесь же на месте губернатор обсуждает с руководителями профильных ведомств, как работать на опережение чрезвычайных ситуаций. Пару последних месяцев погода испытывала курорт на прочность. Затопило 14 сельских поселений, 60 улиц. Впервые на территории всего Сочи объявили режим ЧС. Губернатор предлагает вернуться к проверенной временем системе водоотводов. Эти артерии в некоторых местах закатали в асфальт. Вениамин Кондратьев ставит задачу до конца года запроектировать водоотводы в Сочи. Я еще раз хочу обратить внимание на водоотводные каналы. Они же были, вот их арыками звали, как их только не называли. Они же по улицам прям шли. И сегодня мы даже к ним вернутся. И поэтому давайте вот расчищать там, где даже забетонировали их, там, где их убрали, там, где их позасыпали, там, где в парковке их попревращали. Это ведь просто сравнивали, потому что думали, что это все уже вчерашний день. Да это не вчерашний день. Давайте к этому вопросу относимся серьезно. Об этом люди говорят. Поэтому возвращаемся, еще раз подчеркиваю, к арыкам, возвращаемся к водоотводным каналам. Максимально прорабатываете ливневку, ливневую канализацию до конца года. Проектное решение. И в следующем году начинаем реализовывать. Первым делом непогода сталкивается со счетом спасательных служб курорта. Для ликвидации последствий стихии выехать готовы больше тысячи человек и 400 единиц техники. Вдвое увеличен штат муниципальных спасателей. Больше стало диспетчеров. Уважаемый Венимач, по вашему поручению в Сочи действует международный городской оперативный штаб. Все работы лично контролируем. Население, туристы, все хозяйственные субъекты незаметно повечаются в неблагоприятном прогнозе. Успешно работает система автоматических датчиков уровня воды в реках. Населению пострадавших территорий оказывается вся необходимая помощь. Одновременно с ликвидационными мерами работает выездная мобильная приемная, помогающая на месте сформировать необходимый пикет документов для соответствующих выплат. Также Вениамин Кондратьев напоминает про разработку генплана курорта. В новом архитектурном своде правил будут учтены зоны затопления. Участки, где возможны оползни. Больше 60 километров подвержены сходу грунта. Решение губернатора твердое. На этих территориях категорически запретят любое строительство. К середине 2024 года Сочи будет полностью исследован. Сегодня те населённые пункты, которые расположены вдоль уже рек, они построены. Они построены. И сегодня нам важно уже больше точно никогда не строить в зонах затопления. И в рамках нового генерального плана зоны затопления в Сочи, они обозначены. И теперь нам важно максимально после принятия генерального плана точно сделать всё, чтобы никто в зонах затопления не строился. И в Сочи, ну и в целом по всему краю ведётся такая работа. Но зоны затопления должны быть обозначены. Это те красные линии, за которые никак нельзя переходить. Ни за какие деньги, даже если они находятся в очень красивых местах, но это зона потопления, ни за какие деньги там строить никто ничего не будет. И я прошу вас, Арси Сергеевич, чтобы уже сейчас даже за принятие нового генерального плана на этих участках точно строительство никакое не велось. И никакие разрешения, чтобы не выдавались. А после принятия генерального плана тем более. После последнего крупного потопа в Сочи спасатели достали из водного плена 160 человек. Краевые специалисты Министерства ГО и ЧС до сих пор работают в Сочи. Помогают коллегам. Сейчас 655 пострадавших нуждаются в единовременной выплате. На помощь людям направят 36 миллионов рублей из краевого бюджета. Все положенные выплаты людям, которые пострадали от паводков, они должны быть выплачены. Коллеги выплачены, уже выплачены. Мы же должны их вернуть обычному образу жизни. Вот что нам сложно компенсировать. Поэтому мы должны максимально сделать все, чтобы у них жизнь вернулась. Ведь пострадало не имущество. Если уж так, по-большому пострадала жизнь. Их обычная жизнь пострадала. Поэтому давайте просто к этим людям относиться состраданием. Любой спор должен быть рассмотрен в сторону пострадавших, в сторону людей. Залпы ливней, смерчи и выход горных рек из берегов. Стандартные условия субтропиков. Чтобы безопасно жить по соседству с опасной стихией, необходимо на два шага вперед планировать действия в случае ЧАЭС.